Что ж, это был долгий путь, но мы, наконец, добрались до наших дней в хронологии развития VR. Предлагаю, напоследок, повеселиться и посмотреть всё самое интересное, что есть в современной индустрии. Например, чем огорчает новый Oculus Quest? Как побродить по зоне отчуждения в VR? Почему снова стоит пройти Resident Evil 4? И как Palmer Lucky угрожает взорвать игроков? Вели эту рубрику, если вдруг забыли, сценарист Максим Астанин. Диктор Антон Киреев и монтажёр Алексей Зайцев. Добро пожаловать на финишную прямую в истории виртуальной реальности. Итак, начну с классики. Как там поживает Oculus VR? По сложившейся традиции, в выпуск про 2019 год не влез Oculus Quest. Так что посмотрим на него тут. Это был идейный наследник шлема Go, что означало автономность от компьютера и использование своего магазина приложений. На этом сходства заканчивались и начинались приятные отличия. Эргономичность на порядок выросла, что заметно хотя бы по физической кнопке громкости на самой гарнитуре. Раньше для такой простой функции приходилось шляться по меню. Само собой, железо похорошело, как и в каждой новой гарнитуре. Из важного стоит упомянуть, что это продукт некой запрещенной организации, под чьим названием Quest тоже можно найти. Для нас это значит, что сейчас для использования шлема требуются танцы с VPN, иначе Quest сразу превратится в разрешённый в РФ кирпич. К слову, есть и плюс, что мы поговорили про Quest здесь, ведь уже в 2020-м вышел Quest 2. Он был всё таким же автономным, удобным и требующим VPN для нормального использования. Пройдусь по главным отличиям. Уже достаточно хороший экран первого квеста здесь стал ещё менее зернистым, благодаря чему изображение в очередной раз сгладилось. Ещё шлем получил специальную версию чипа Snapdragon, предназначенную для VR. Благодаря ей, игры, сделанные специально под квест, работали практически без проблем. С полноценными ПК-играми всё было уже не так радужно, но по-хорошему их там и не должны были запускать. Угол обзора в 90 градусов вместо 110, как у конкурентов, намекал на то же самое. Но возможность подключиться к компьютеру с помощью кабеля Oculus Link и запустить хоть тот же самый Half-Life Alyx никто не отменял. И он был вполне играбельным, так что за исключением наших российских особенностей работы, Quest 2 был хорошим вариантом для замены устаревшего сетапа. И раз уж речь зашла, 25 октября 2022 года, то есть меньше месяца назад, вышел Quest Pro. Отзывов по нему пока мало, возможностей попробовать шлем ещё меньше, но вот как сейчас выглядит картина. Дизайн шлема заметно изменился в сторону смешанной реальности. Помимо очевидно выросших характеристик, об этом говорит расположение дисплеев, не блокирующие внешний свет. Там, конечно, есть костыльные защёлки от света и дополнительный блокиратор всего за 50 долларов, но к этому я ещё вернусь. Добавился ряд камер, позволяющих запустить сквозной режим. В нём показали Beat Saber, и выглядит это как минимум любопытно. Ещё добавилось очень много трекинга как лица, так и движений. Полагаю, вы уже догадались, что это всё ведёт к ценнику в лютые полторы тысячи долларов. Так что пока новый квест проще всего описать фразой «вкусно, но грустно». Впрочем, в наше время для геймеров большую часть индустрии можно так описать. Хорошо, что для нас есть магазин GameState. В нём и цены ниже, чем у конкурентов, и игры можно покупать без всех текущих заморочек. Просто заходишь в Telegram-канал и берёшь себе на PlayStation хоть новый Horizon, хоть God of War Ragnarok. Помимо широкого ассортимента игр для PS4 и 5, здесь есть подписки, которые сейчас тоже просто так не оформить. И даже пока бояр не обделили, здесь есть возможность пополнить Steam или перевести его на другой регион, а потом спокойно наслаждаться онлайн-шоппингом. Само собой, всё быстро, надёжно и с целой лентой счастливых отзывов от покупателей. Переходите по ссылке в описании и убедитесь сами. HTC Vive в 2020-м тоже разродилась новыми шлемами. Ну, как новыми? Тот самый запил на модульность у Vive Cosmos, про который я рассказывал в девятом выпуске, вылился в целых три вариации под разные нужды. Вот они, как грица, слева направо. Vive Cosmos Play – стартовая или бюджетная версия, смотря как посмотреть. Камер для отслеживания поменьше, цена демократичнее – всего 500 долларов. В общем, самое оно для новичков. Vive Cosmos Elite, наоборот, был версией шлема для хардкорных ребят. Она задействовала внешнюю лицевую панель слежения, за её счёт более точно передавала движение игрока и стоила уже 900 американских президентов. А третий трансформер под названием Vive Cosmos XR был чуть интереснее. В нём задействовались высокоточные камеры, предоставлявшие дополнительные возможности как для разработчиков, так и для любителей смешанной реальности. Цена этого варианта расположилась посередине между прошлыми и составила 700 долларов. Так что HTC не стала париться с целевой аудиторией и ударила по всем фронтам разом. А самое главное, что модули продавались отдельно, что позволяло не только выбрать модель под свои потребности, но и переобуться при необходимости. А теперь время выполнять обещания. Я говорил, что вернусь к рассказу про компанию Tesla Suit. Вот это время и настало. Ведь в начале всё того же 2020-го они выпустили перчатки к своему чудо-костюму. По сути, Tesla Suit Glove продолжил развивать идею разработчиков о полном воссоздании ощущений от виртуальности. Например, корпус мог имитировать сопротивление от твёрдых объектов, а электроды и вибрация воссоздавали ощущения от разных поверхностей. Как и остальной костюм, перчатки анализировали данные пользователя вроде пульса, уровня стресса и тому подобного. Использовать этот мега-девайс можно было как в комплекте с самим Tesla Suit, так и отдельно. Если, конечно, у вас есть лишних 5000 долларов. Всё-таки это не игровой аксессуар, а гаджет для серьёзных дел. Скажем, с такими перчатками будет удобно обучать специалистов, работающих в опасных условиях. Хотя не буду спорить, что такие технологии хотелось бы попробовать и в нашей индустрии. Но ладно, в современных VR-играх и без этого всё прекрасно. С 2020 года вышло столько всего интересного, что не знаешь, за что и схватиться. Начну с того, о чём просили ещё кучу выпусков назад – Into the Radius. Многие описывают эту игру как «сталкер VR». И, пожалуй, это самый быстрый способ рассказать об игре. Суть такова. В 1987 году в реально существующем городе Печорск произошло землетрясение, после которого в небе появился загадочный тёмно-красный шар. К 2002 году никто так ничего и не понял, поэтому там организовали свою зону отчуждения с Блэк Джеком, аномалиями и монстрами. Нам, как и в «Сталкере», нужно было бродить по зоне, изучать её загадки и отбиваться от опасностей. Но важно отметить, что перед нами был невесёлый боевик, в который дечище Григоровича постоянно превращалось. Радиус требовал куда больше тактики, поскольку вылазки были действительно опасными, а от неправильной подготовки к ним дело могло оказаться провальным со старта. VR здесь работал и на погружение, ведь летящая в виртуальную гарнитуру зла и ёба ощущалась куда убедительнее, так и на интерактивность. В плане окружения последней было не сильно много, но ган-порно можно было устроить знатное. А если вдруг всего этого окажется мало, то к игре есть ещё вагон модов. К слову, разработчики игры до известных событий обитали в Питере и постили про свою нелёгкую деятельность. Так что, если стало интересно, то у них можно найти много подробностей. А я перейду к другой любопытной штуке того же года. Это фазмофобия, нашумевшей благодаря стримерам кооперативный хоррор от первого лица. Казалось бы, мало того, что это очередная бродилка с фонариками и камерами, так ты ещё и с друзьями бегал. Два балла из десяти, вторичная херня, идём дальше. Ладно, всё было не так просто. Игрок и его друзья выступали исследователями, которым нужно было определить тип нечисти в доме. Действовать нужно было решительно. Зашли в дом, нашли по косвенным признакам логова нелегального жильца, поставили камеры и свалили. Далее можно было подключить ультрафиолетовые лампы, соль, радио и прочий набор юного охотника за привидениями. По поведению всего этого барахла можно было прикинуть, перед нами банши, полтергейст или обычный двачер. Ловить его не требовалось, только изучить, установить вид и в идеале сфотографировать. За всё это команда получала деньги и опыт для того, чтобы открыть больше плюшек в игре. Подвох заключался в том, что вся паранормальщина снижала уровень рассудка игроков. Виртуального, конечно, хотя всякое бывает. Поехавший персонаж не только становился лакомой добычей для призраков, так ещё и мог Роскомнадзорнуться на радостях. Ещё жути нагонял микрофон, через который нужно было взаимодействовать как с тиммейтами, так и с виртуальным противником. Да-да, можно было сказать призраку, как вы стреляли протонным лучом в его мамку и выхватить виртуально-реальных люлей за это. Но и атмосфера заброшенного дома, то тихого и гнетущего, то громкого и пугающего работала на славу. Так что даже наличие трёх тиммейтов не мешало фазмофобии щекотать нервы. После такого даже наши ролики с Бусти вас не смутят. А там, между прочим, постят контент про всё, что не проходит цензуру Ютуба. Скопился уже целый ряд роликов, и всего за 100 рублей в месяц можно посмотреть хоть все разом. Ещё с помощью Бусти можно стать участником нашего гачи-братства и попасть в чат с командой и множеством замечательных людей. И чем больше будет это множество, тем быстрее мы начнём работать над нашими роликами из наших целей. Русская версия саундтрека первого андеграунда уже на подходе, так что давайте скорее до неё доберёмся. Ссылка для этого в описании. Таким же стрёмным был шутер After the Fall 2021 года. В смысле, как фазмофобия, не как наш Бусти. Игра была аналогом Left 4 Dead на тему климатической катастрофы. Всё кругом замёрзло, эксперименты по борьбе с холодом породили страшных мутантов, игроки кучками по четыре бегали за компонентом для лекарства от заморозки. Расхваливать игру начну с графики. Текстуры хайрезные, тени реалистичные, есть даже разрушаемость окружения, и оно почему-то не взрывает компьютер. Но разработчики не остановились в использовании чёрной магии и добавили к этому гибкие настройки на случай, если железо таки не вывозило. Прокачка огнестрела и разблокировка скинов порадовала. Прям полноценная система прогресса. Разве что оружия ближнего боя не хватало, но чё нет, того нет. Ещё матчмейкинг сделан очень криво, но если у вас под рукой есть товарищи по прохождению, то вполне можно их схватить и повыживать на морозе. Из необычного хочется упомянуть Smash Drums того же года выпуска. Эта игра похожа на битсейбер, но про барабаны. Игрок стоял на дорожке и яростно лупил по пролетающим барабанам. Одни надо было действительно ударить со всей силы, другие легонько тапнуть, и всё это само собой в ритм песни. Сложность при этом варьировалась от подпивасной вечеринки до корейского задрота. Сюда даже мультиплеер завезли. Увы, но перед нами тот самый случай, когда эксклюзивность наступила на горло проекту. Smash Drums можно поиграть только на квесте. Из-за чего игра не получила такую широкую известность, как её собрат по жанру. Но если вдруг у вас есть шлем нужного бренда, советую заценить. В 2022 году вышел ожидаемый многими Resident Evil 4. Он, конечно, уже раз 15 успел это сделать, но на этот раз получился VR-ный порт для квеста 2. В среднем игра повторяла оригинал. Сюжет шёл так же, враги были теми же, большая часть механик повторялась. Но, несмотря на это, поводы в сотый раз перепройти четвёртый резик всё же были. Во-первых, разработчики подтянули графику, чего игре 2005 года даже в HD-переиздании немного не хватало. Хотя, конечно, печальные моменты вроде эффектов дыма и огня всё равно попадались. Во-вторых, это новое управление. Камера третьего лица, знатно выделившая в своё время четвёртый резидент, здесь пошла к хренам, уступив место VR-ному управлению. Причём тут была куча его настроек, начиная от типа перемещения и заканчивая олдовым режимом, когда нельзя одновременно ходить и стрелять. Интерактива не особо много, даже оружие предлагали минимальный набор действий, вроде ручной перезарядки. И под юбку Эшли заглянуть не дадут, даже не мечтайте. Но эти минусы становятся мелочами, когда видишь знакомые моменты в новом свете. Помните этого товарища? Приятного знакомства с ним в VR-режиме. И раз уж оно вышло буквально на днях, а именно 10 ноября 2022 года, позвольте упомянуть Among Us VR. Только представьте себе мемный потенциал. Импостер может скрываться теперь не в вентиляционной шахте, но и прямо за вашей спиной. К сожалению, сейчас на игру поступает много жалоб. Контента меньше, чем в оригинале, то баги, то краши. И, конечно, толпа школоты, бегающие, делающие в микрофон ш-ш-ш-ш. Надеюсь, в будущем Among Us VR станет получше. Всё-таки такому источнику мемов грех пропадать. Собственно, пора бы и о будущем в контексте VR поговорить. В нём нам светит много интересного. Например, некий Palmer Lucky, помните же его, анонсировал новую гарнитуру. Она выведет погружение на новый уровень. Если игрок проиграет, то в шлеме взорвётся небольшой заряд взрывчатки, способный отправить игрока вслед за своим персонажем. Это, конечно, всё приколы на тему Sword Art Online и шлема Nerf Gear из неё, который убивал игроков в аналогичной ситуации. Но, зная Лаки, он такое может и выпустить. Пожалуй, главным запилом на будущее сейчас выступает PSVR 2. Обещают сделать нормальное отслеживание движений с помощью камер на гарнитуре, а не камерой PlayStation'а, дисплей с картинкой 2000 на 2040 для каждого глаза и новые контроллеры. Они должны распознавать прикосновение пальцев и обеспечивать тактильную обратную связь. Ну и игр туда уже успели наанонсировать. Например, Resident Evil Village, про который я ляпнул в выпуске про первый PSVR, был анонсирован именно на второй. Спасибо, что обратили внимание в комментах. В общем, поживём, увидим ценник нового шлема. Тем более, что всего-то надо дождаться 22 февраля 2023 года, если не перенесут. Менее крупных новостей вообще пруд пруди. Компания Pimax собирается сделать портативную VR-консоль. Nintendo 3DS и её экран научили симулировать на гарнитурах, а для россиян запустили VR-тур для изучения мусорных полигонов. Ладно, последний на самом деле не так плохо, как звучит, лишь бы это пошло на пользу. Это я всё к чему. С каждым годом объём новостей становится разношёрстнее. Разрешение дисплеев больше, а игры технологичнее. К нашему времени VR-гейминг даже перестал подразумевать, что графика и механики отправят вас на 10 лет назад, зато можно головой повертеть. Единственное, что осталось неизменным чуть ли не с первого выпуска – нишевость виртуальной реальности. Тут сказываются драговизна, проблемы с вестибулярным аппаратом, необходимость в специальном сетапе для VR и ещё целый ряд особенностей индустрии. Остаётся только надеяться, что со временем эта сфера станет доступнее для игроков, тем более что много шагов к этому уже были сделаны. А вам? Большое спасибо, что прошли всю хронологию вместе со мной. Если вы вдруг по какой-то причине начали с этого ролика, то советую посмотреть пропущенное, а если всё закомпличено – скорее в комментарии. Расскажите о своих ожиданиях, чем станет виртуальная реальность в будущем. Не забудьте поддержать ролик лайком и нажать кнопку колокольчика. Ждём вас в наших ВК, Дискорде, ТикТоке, Твиче, Телеграме, Бусти и, конечно, в новых роликах. Скоро услышимся!